Внимание участников проекта «Россия» вместе с «Лэнд Розерд». Экспедиция номер 14 из «Магадон» начинается. Добро пожаловать на Крыму, золотой сердце России. Летом 1928 года именно здесь, на берегу Охотского моря, неподалеку от косы Нюкли, высадилась первая колымская экспедиция под руководством русских ученых Билибина и Цареградского. Именно с этого момента началось освоение сурового колымского края. Эта экспедиция открывает Россию вместе с «Лэнд Розерд». Едем в Магадан. Белых пятен на карте уже не осталось, но они есть в нашем сознании. Стыдно признаться, но порой мы знаем о своей родной стране гораздо меньше, чем о далеком Гондурасе. Хорошо, что это лечится. В рамках проекта «Открываю Россию» каждый год группа искателей приключений совершает пять-шесть вылазок за пределы избитых маршрутов. Цель – увидеть Россию такой, какая она есть в самых ярких ее проявлениях. Иногда этих мест на карте в фамилии нет, и туда невозможно взять билет. Вот тут на помощь и приходят автомобили. Британские внедорожники Land Rover Discovery, которые вот уже 25 лет появляются там, где веет дух свободы и приключений. На сей раз внедорожники взяли курс на Дальний Восток. Наш маршрут берет начало в Магадане. Дальше по федеральной трассе Кэлэма мы продвигаемся в Сенегорье, а затем до города Сусуман. Позже планируем переехать на живописную Тенькинскую трассу, по которой через перевалы пойдем в Кусь-Омчугу и вернемся в Магадан. Диско наш дом на ближайшую неделю, и все свое мы везем с собой. Под капотом внедорожника дизельная турбо-шестерка мощностью 240 лошадиных сил с моментов 600 ньютонов на метр. В арсенале Discovery восьмиступенчатая автоматическая трансмиссия с пониженным рядом передач, блокировки центрального и заднего дифференциалов, а также возможность затрать небоподвеску до внушительных 24 сантиметров. При этом на бездорожье не нужно ломать голову. Оптимальное решение подскажет система Terrain Response. Расход топлива у груженных машин около 9 литров на сотню. 80-литровый бак и пара запасных канистр легко позволяют пройти без заправки более тысячи километров. Из дополнительного стандартного оборудования только защита нищей шторкеры, а также комплект внедорожных универсальных шин Goudier Rengler Düratrac, включая две запаски. Магадан расположен между сопок Тауйской губы Охотского моря. Город выходит сразу на две бухты. Место живописное, особенно в хорошую погоду. Но у нас здесь редкость. Лето короткое, и нам повезло, мы в него попали. Для большинства участников нашей экспедиции Колыма место новое, поэтому по традиции мы первым делом отправились в музей естественной истории северо-восточного НИИ Дальневосточного отделения Российской Академии Наук. Название такое же длинное, как и расстояние до этих мест. Оказывается, знаменитый мамонтенок Дима, которого нашли в состоянии глубокой заморозки, родом из этих мест. Полудрагоценные камни, металлы, метеориты – это все, конечно, интересно. Но нас интересует в первую очередь золото. И ему тут посвящен отдельный зал. Надпись в аэропорту гласит «Колыма золотая столица России». Вот в этом зале, собственно, понятно, почему. Вот оно золото. Посмотрите, это так называемые губчатые самородки. Их вытравили из кварца. Но вообще здесь когда-то добывали золото открытым способом. И руда, в которой на кубометр породы приходилось 5 граммов золота, считалось так себе достаточно бедной. Но в наше время перерабатывают и ее. Но самое интересное – это самородки. Посмотрите сюда. Вес вот этого билибинского феномена – 6 килограммов. Рядом другой самородок весом 8 килограммов. И, наконец, самый огромный самородок. Вот представляете, огроменный кусок золота. Почти 17 килограммов был найден в 61 году. Он так и называется «Великан». Но, как вы понимаете, по этим замочкам это всего лишь муляжи. Самих самородков здесь, конечно, нет. Прежде чем отправиться на Колыму, мы посетили «Маску скорби». Эта скульптура Эрнста Неизвестного стоит над городом на сопке крутая, напоминая о том, какой дорогой ценой далось освоение Колымы. Ведь дальстрой был одним из самых суровых островов ГУЛАГа. Внизу у подножия была транзитка – пересылка, в которой тысячи людей получили билет в один конец. Сегодня лагерей не осталось, но память о сотнях тысяч репрессированных жива до сих пор. Итак, наш караван берет курс вглубь материка по трассе Колыма. Сегодня нам предстоит проехать пять сотен верст от Магадана по самым разным дорогам. Тут будет и асфальт, и грунтовки. Идем вдоль маленьких речек, между сопок. И, собственно, это все места, где и добывают то самое золото, которое мы с вами видели в музее. Очень красивая природа, пейзажи просто необыкновенные. Но если посмотреть внимательнее, то становится ясно, что все это изрыто людьми. Даже молодые елочки и какие-то деревца стоят на отвалах. Это та самая золотоносная руда, которую перерабатывали, может быть, 40-50 лет назад. В общем, места веселые и когда-то были очень хорошо обжиты. Но сейчас от инфраструктуры мало что осталось. Те же заправки – редкость. На заправке нет электричества, заправка не работает. Принято решение тянуть до Сусумана на остатках топлива. Если топлива будет не хватать, соответственно, используем МВ из канистров. Время от времени попадаются поселки – жилые, а иногда заброшенные. Причем то, что город заброшен, становится понятно непосредственно, когда подъезжаешь вплотную. Зрелище удручающее. Сейчас мы заехали в самый настоящий город. Правда, уже город-призрак. Огромные дома, школы, больницы, детские сады, которые просто опустили. А ведь еще каких-то 20 лет назад тут жили и работали люди. Потом все вынырло за один сезон. Говорят, умирают такие поселки быстро, сразу после отключения центрального отопления. Ведь зимой морозы тут за минус 40 градусов. Когда-то здесь был огромный поселок, где жило почти 5 тысяч человек. Сейчас это город-призрак. Хотя все дома целы, жилье вполне пригодное для существования было еще когда-то. Но люди отсюда ушли, потому что нет работы. Асфальт, то и дело, сменяется грунтовкой. Так постоянно. Но за рулем не чувствуешь усталости. Во-первых, довольно редкие встречные автомобили. Во-вторых, вокруг такая красота, что просто дух захватывает. Ну вот и Самаре как Колыма. Столько слышать об этом названии и, наконец, побывать в этих местах. Это дорогого стоит. И здесь неподалеку мы, наконец, нашли заправку. Наконец мы дотянули до рабочей заправки. Но, правда, и здесь не все так просто. Отпускают только по 30 литров солярки в руки. Этого нам, конечно, хватит на какой-то время, но потом придется заправляться вновь. Мы еще раз пересекаем Колыму, неподалеку от Сенегории. Это поселок энергетиков, и рядом с ним находится энергетический центр региона – Колымская ГЭС. Это сооружение не просто источник энергии света, но еще и памятник таланту советских инженеров. Самая высокая каменно-набросная плотина в СССР. Ее высота – 134 метра. Сооружение впечатляет. Вот только девать энергию некуда. Энергосистема Магаданской области замкнутая, и мощности ГЭС используются примерно на одну шестую. Мы попали на Колымскую ГЭС в момент самого большого сброса воды. Это происходит весной и осенью. Собственно, сейчас воду сбрасывают по запросу судоходных компаний. Им нужен определенный уровень в Колыме, чтобы можно было беспрепятственно обходить мели. И прямо сейчас на ваших глазах каждую секунду вниз падает 1750 кубометров воды. Это же просто уникальное сооружение времен советской эпохи и частично российской. Этим гордиться надо, как у нас горы, какие водопады вообще рукотворные. Все, человек прорубил породу, скалу. В кении, так сказать, инженерной мысли. Ниагара вот там вообще где-то осталась внизу. У нас такое величие, как и Ниагара. Машины-зал и турбины ГЭС спрятаны на глубине 40 метров под толще водохранилища. Титаническое сооружение. Внизу построен профилированный специальный желоб, который рассеивает мощный поток воды. Иначе бы он просто размыл берег. Зрелище потрясающее. Жаль, что вся эта мощь обуздана зря и теперь попросту пропадает. Электричество некуда девать. Первый день экспедиции мы завержаем на еще одном крупном объекте, увы, уже не работающем. Это аэропорт Сенегорье. Еще лет 15 назад он принимал борта. Взлетка и сейчас в полном порядке. Только вот самолетов давно не видно. Сегодня ночью в палачном лагере. Нам не привыкать. Только бы медведи на огонек не заглянули. Говорят, их тут полно. Сегодня Колыма показала свое истинное лицо. Говорят, вот так затянуть может на неделю. В принципе, знаете, и так неплохо. Ой, каша прекрасная. Прекрасная. Лучшее начало дня. Икра, каша, рыба, снова икра. В общем, сбалансированное экспедиционное питание. Короткие сборы и в путь. Следующая наша цель – город золотодобытчиков Сусуман. Дождь перебил пыль, дорога скользкая, но ведь мы на полном приводе. И это не может не радовать. Дискавери предназначен именно для путешествий там, где нет дорог, потому что там, где мы едем, дорогу назвать нельзя. Да, она отсыпанная, да, у нее есть направление, но это максимум, что есть у этой дороги. Если вдруг перед тобой случился брод, ты совершенно спокойно ни о чем не задумываешься, поднимаешь машину и просто его преодолеваешь. И все это время ты едешь в комфортной обстановке, у тебя комфортная подвеска, у тебя комфортный салон, и ты можешь преодолевать любые расстояния, как мы здесь. Впереди еще пара сотен километров пути. Завтра нас ждут золотые прииски Сусумана. Возможно, там мы сможем добыть первое в своей жизни золото. Субтитры подогнал «Симон»!